Тарас Шевченко 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 Вареников был очень-очень большой, где-то 40 наименований. Там же делают вареники с фруктами, с ягодой, с любой ягодой. Тоже точно так же и блинчики. Здесь вот есть и блинчики, это разновидность с мясом. Ну, может быть, еще с творогом. А там блинчики с клубникой, блинчики с яблоками, блинчики с капустой, блинчики с ливером. И, ну, в общем, я могу перечислять очень-очень много. Не блинчики, а на лысники. На лысники, правильно. Это перевод на лысники. Одна из самых ярких составляющих про меня – это хор, прекрасный хор. Расскажите, что это за хор, кто его участники? Это вот люди, которые имеют какое-то вокальное образование занимались? Или вот просто те, у кого поет душа? Хор наш, хор наш, существует уже 22 года. Вот в этом году он отмечал 22-летие. У нас многонациональная семья в хоре. Дружная, будем так говорить, многонациональная семья. Даже вот как-то, ну, захотелось нам посчитать, сколько именно истинных украинцев, которые имеют именно корни, кто приехал с Украины. Вот, и оказалось, ну, может быть, десяток. А остальные – русские, которые любят украинскую песню. Которые русские, там, татары у нас была. Из Мордовии есть люди, Башкирка есть. Ну, то есть, именно это многонациональная семья. Наши зрители как раз могут посмотреть фрагмент фестиваля «Шевченковская весна» и выступления, в частности, хора «Промень». Моя Украина, червона калина, жура-журавлина, це лівна земля. Фестиваль этого года, он чем-то отличался от предыдущих? Что-то было новое, может быть? Вот чем он запомнился лично вам? Этот фестиваль был посвящен 70-летию победы Великой Отечественной войны. И впервые на нашем фестивале присутствовали ветераны, которых мы приглашали на сцену, которых, говорится, чествовали. Вот это было впервые. Каждый фестиваль, он отличается чем? Прежде всего, репертуаром. Мы сами выбираем, что бы не повторяться, учим, так сказать, новые произведения. И приглашая, тоже просим, чтобы это не повторялось. Хотя через год повтор никто не заметит. Но мы знаем, допустим, что поет Днепро, что поет и танцует Николаевка. Люди должны расти. Должен мне оценивать репертуар, поиск интересного. Мы очень много песен знаем. Вот выбирали то, что соответствовало бы настроению, времени. Такая песня прозвучала на фестивале «Украинский рушник». Вообще, украинский рушник – это символ Украины. Это к нему относятся с уважением, с почтением к украинскому рушнику. На рушник становятся молодожены. Рушником мама, встречая хлебом, солью, встречает гостей. Рушник на Украине. Его чтут. Так вот, именно украинский рушник, нам треба вышиты, рушник, рушник любови и единания. Это опять связи, связь славянских народов, связи многонациональной, той же Самары. Именно соединиться людям, именно жить в любви. И чтоб каждый мог, там есть такие слова, чтоб кожан ныточку свою вплив в цей рушник. Вплел в этот рушник свою ниточку. И тогда это будет единый рушник. Это будет рушник именно единения народов. Мы едем. Да. Вы начали говорить о подготовке к 9 мая. Вот расскажите, какие планы на этот год? Потому что промене активно участвуют в культурной жизни региона. Вот в этом году какие у вас основные события будут? Куда, может быть, хотели бы пригласить самарцев? Первое, что говорится и на что обращается внимание, это проведение 70-летия Великой Отечественной войны. Это будет мероприятие. Будет мероприятие очень большое. Пятитысячный хор под руководством Ощепкова на Самарской площади. В том числе там будут и променцы. Мы уже готовимся. Там где-то песен 40, наверное, если не больше. Это будет хор, сводный такой хор Самар. Самарской города Самары. Все коллективы, да. Все песни военных лет. Это вот, это ближайшее, то, что в ближайшее время. А так, конечно, мы участвуем. День города. Сейчас вот это Самарская волна. Новый праздник появился. Ну, мы сейчас 9 мая до 9 травня, это помимо того, что, так сказать, на Самарской площади, мы здесь вот отмечаем сквери Калинина. Сейчас в Самаре, в поселке Волгарь, строится этнокультурный комплекс, национальная деревня. Там вот по плану дома каждой национальности, вот каждого национально-культурного центра. Вот у вас уже готов проект украинского дома? Вот. И как вот он должен выглядеть по-вашему? Что нужно обязательно отразить? Мы ездили в Саратов и видели там украинскую оселю. Но она уже не совсем украинская, стилизирована. Хотя, так сказать, каждый район Украины имеет свои традиции и особенности в строительстве. Казалось бы, Закарпаття богатые лесами, а дома строят самана. Это глиняный кирпич. Вот. Полесья бедная лесами, вот. Но дома стоят именно срубы деревянные. Ну, эскизы наброски этого сельской хаты осели уже есть, представление есть. Другое дело, это 20 лет назад, 30 лет назад показать или 40 лет назад, или показать, как это мазанка стоит, Тараса Григоровича, Шевченковская. Показать именно усадьбу или будет так, как жили наши предки, так сказать, деды, прадеды. Отразить вот эту самобытность и культуру, так сказать, украинского народа и как это должно располагаться. Потому что усадьба украинская и русская – это небо и земля. Вот. Я имею в виду по стройкам, по хозяйствам. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит на Украине? Вот. И как вы думаете, что дальше будет? Наше сердце и там, наше сердце и здесь, вот. И нам очень обидно, нам очень… что вообще такое случилось. Мы переживаем за своих близких. Но разве это может быть? Нет, это изменится, и мы верим в это, и я могу даже сказать с уверенностью, что это время кончится, и очень скоро. В Самаре нет ни одной семьи, которая бы относилась с отрицательными эмоциями к украинцам. Очень много беженцев приехало из Луганской, из Донецкой области. Мы, в частности, вот наш центр очень много помогали. Помогали вещами, одеждой. Вот это первое становление, вот эти первые дни, они самые-самые тяжелые были. Здесь даже рождались, приезжали беременные и рождались дети. Здесь даже, кажется, в первую неделю родился ребенок в больнице Калинина. И, ну, помогали, помогали, чем могли. Помогали. И к кому бы мы ни обращались, вот и я, в частности, соседи, равнодушных не было. У меня знакомый квартиру предоставил, ничего с них не берет, чисто коммунальные услуги. Спасибо за такой теплый прием, за столь открытую беседу. Я думаю, наши зрители тоже почувствовали эту домашнюю атмосферу. А с не менее красивыми традициями и интересными чертами других народов многонациональной Самары мы познакомимся в следующих передачах. Всего вам доброго. И пусть с вами всегда рядом будут друзья самых разных национальностей. До побачення, друзья. На все добре. Хай живе, хай живе, ридна Украина. Хай живуть, хай живут. В хорошем слове, украинские казаки. Хай цвете червона калина. И нехай дружба славянских народов, и не только славянских народов, а именно дружба многонациональных народов, нас всегда объединяет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова